Господь Иисус говорил о холдайственной молитве, о пересвященнической молитве отцов. Господь, я за них посвящаю себя. Я для них посвящаю себя. Слава Богу! Если у тебя нет человека на этой земле, которому ты посвятил себя, ты никогда не поймешь эту тему. Ты никогда не поймешь этот принцип жизни. Ты должен быть как минимум посвященным одному человеку. Я пойду с тобой до конца. Я буду любить тебя до конца. Я буду показывать тебе и любовь тебе для конца. Отец, за них я посвящаю себя. Аллилуйя! И Он пошел на крест. И Он пошел на крест. Аминь! Это тяжело. Это тяжело сказать человеку, что я посвящаюсь к этому человеку. Я буду с тобой до конца. Я посвящаю свою жизнь. Я посвящаю свою жизнь. И поэтому посвящение это... И поэтому тебе нужно иметь. И поэтому ты можешь посвящить свою жизнь. Если этот человек... Он рад. То ты тоже рад. Если этот человек касается успеха, то ты тоже достигаешь успеха с ним. Аллилуйя! Praise God! Потому что ты посвященный Ему. Аллилуйя! Praise God! The next moment, what we say... What we talk already... I am doing a resume. It's useful? Yes. It's useful for the people who do work right now. Especially for the people who do work right now. If you don't wrote, this is the name you possibly need to write. The next moment, what we talk was care. And the next moment, what we talked about was care. The Lord Jesus is a symbol of care. He loves. And this is because He takes care. И по этой причине он заботился. Помните, что помните притчу о вековце, которое потерял? Он рос в 99-м. И Бастор оставил 99-м. И он пошел за одной. Это небесная математика. Если ты пас, Петр, он пас, Он уже темно ночью. И идет ливень на улице. И ему холодно. И он начал считать овец. Первый раз, в 99-м. Но это должно быть 100-м. Второй раз, в 99-м. Один потерянный. И он начал считать. И он начал считать. И считать по-человеческой. Один это нечто. Я попью чай. 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 И я во-первых, это冷静е. О, конечно, на улице ливень. Когда я прошу. Это уже темно. На улице волки. Я пойду спать. Это был не этот Петр, это был другой Петр. Наш Петр, он хороший пал. Он сказал, нет, я пойду заодно. И он встал с кровати, побежал через ливень. И в тот момент, три волосы были уже вокруг корабля. Три волка уже хотели поглотить эту жалкую ссору. И Петр берет палку. Я всегда, конечно, рады, знаю. Забота. Когда ты не заботишься о том человеке, который дорог от тебя, то чувства могут уйти. Без чувств мы не можем. Мы не можем взаимодействовать. Без чувств мы роботы. Понимаете? Нам нужны чувства. Я должен передать свои чувства. Это должен учиться. Ты не знаешь, что ли? Мы должны учиться. Как передать наши чувства. Как передавать наши чувства. Как это будет. Мы должны учиться. The next point, what we've done is to build a strong relationship. Чтобы построить сильное взаимоотношение. We need to learn. Forgive. Прощать. And ask for forgiveness. И просить прощение. This is a balance. Это есть баланс. Когда ты прощаешь кого-то. И когда ты просишь прощение у кого-то. Это создаёт баланс. Потому что очень часто. В нашей человеческой природе. Мы ждём, что эта человеку нужно просить прощение. Мы, конечно, внутри себя таки говорим. Он должен прийти и попросить у меня прощение. Потому что я такой святой. Он, конечно, он. Она сделала неправильно. Я ничего плохого не сделаю. И, конечно, мы ожидаем этого человека. И он не приходит. Потому что другой человек. Он тоже думает. Я очень хорош. Он сам честный. За тот конфликт. Она. Понимаете? Это баланс. You know what you need to say. Господь Иисус говорил. When he teached us the Lord's prayer. Когда он учил учеников Господнюю молитву. Молитву очень ночь. You can read this passage very attentively. То вы можете прочитать это очень внимательно. Отрывом. Forgive our sins as we forgive our debtors. И прости долги наши, как обращаем дождика наших. И мы будем прости долги наши, как обращаем тем, кто согрешили против них. И после Господь говорит. Если вы не простите, если вы не простите, то Отец Небесный не простит вас. Это есть правило. Это есть правило. Не простит вас. Не простите. Не простите других. Не простите других. Не простите других. Нет, если просипаться. Размер этого вреда. Тебе нужно сделать решение, я прошу тебя. Это для твоего доброго. Аминь. Я знаю. Тяжело сказать. Но чтобы сделать, И по этой причине. Тебе нужно прийти в молитве к Отцу. И когда ты будешь молиться? Прости Отца. Отец. Я не могу сделать это сам. Я не могу сделать это без тебя. Это тяжело для меня. Тяжело для меня. Это боль, оно очень глубокое. Это боль, оно очень глубокое. Это роднение, оно очень глубокое. Мне нужно дать помощь. И Дух Святой. Ваш помощник. Он придет. И когда ты будешь молиться? Мы придут. Ты будешь свободен. Аллилуйя. Слава. Аллилуйя. 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 Бог благо. Аллилуйя. 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 Следующий пункт. Это шестой пункт. Это шестой пункт. Это. С лилием взаимодействие. Мы можем построить. С позиции слуги. Откройте Марка 10.25. Через позицию слуги. Мы можем построить какие-то собаки. Через позицию слуги. Мы можем построить какие-то собаки. И послужить. И послужить не пришло для того, чтобы не послужили, но для того, чтобы послужить. Я дал душу свою ради искупления для многих. Аминь. Аминь. God is good. Аминь. When you serve some person. Most of you are single. But we come in the moment when you will have your family. 5 years. 10 years. 15 years. 20 years. 20 years. I am tired of this man. I am already serving 20 years. This woman. I am already tired. I am tired. I am already tired. I am already tired to serve. I am already tired to serve. do. For the children. For the children. To serve the Lord. For the children. I am already serving. Знаете, когда мы приходим с позиции слуги, мы не служим за спасибо, но чтобы мы служили спасибо. Ты знаешь, почему ты это делаешь? Нет, потому что я потом не похлопаю. Нет, потому что кто-то мне скажет, что ты хороший. А потому что это мое решение. Я слуга. Я слуга. И это позиция блески. Ты послужишь нашу позицию, когда в Церкви Христовой будет много слуги. И ноль Господина, мы увидим великый взрыв. Господь дал нам пример слуги. Однажды он взял воду и начал омывать ноги своих апостолов. И Симон Петр знал, что это работа слуг. Слуги делают эту работу. Они моют ноги своих господин. И Симон говорит, я не могу это делать, подожди, Господь, подожди, ты не можешь это делать, но я тоже буду это делать тебе. Я тоже буду мыть твои ноги, Иисус. И Иисус говорит Петру, но ты, что я делаю тебе, теперь ты делай другим. Халлелуйя. Это пример слуги. Халлелуйя. Господь сказал Петру, слава Богу. Петру, слава Богу. Следующий пункт. Мы touch this point number seven, faithfulness. Седьмой это был верность. Faithfulness. Верность. Faithfulness is the quality to go to the end. Верность это качество идти до конца. Faithfulness is the capacity, the quality, when you don't stop in the half of the way. То есть верность это такая способность, когда ты такая способность, когда ты идешь до конца, когда не останавливаешься на полу пути. Халлелуйя. Когда ты начинаешь и ты заканчиваешь. Когда ты хранишь свои обещания. Praise the Lord. Халлелуйя. И яркий пример верности. Это есть плотный сын. Верность в сын. Вы должны помнить, братья и сестры. Это история о плотном сыне. Это история каждого из нас. Это история о всем человечестве. Каждый был в этой позиции одиного сына. Но в верность из-за того, что он принял нас. Он не спросил. Где мой деньги? Где мой деньги? Я дал тебе 1 миллион, но я сейчас ничего не вижу. Принесите теленка, заколи, принесите новое кольцо и новую обувь. Отец, я не достоин, ты же назвался твоим сыном. Можешь взять меня как слугу, акробат. И ничего у меня нет. Ничего особо, денег нет. На карточке, кредитный статок. Но, знаете, отец ничего не спасти. Сегодня мы празднуем, как следует. Таких того, принесите жирного санта. Золотого кольца, новую обувь, за моего сына. Аллилуйя. Верность от Санта. Продолжение следует. Когда мы хотим построить сильное взаимодействие. То мы должны иметь верность. У нас есть примерный. Продолжение следует. Следующий пункт, который мы говорили, это был. Странный взаимодействие мы строим в франкленности. Синcerity и франкленности. Синерие взаимоотношения. Они основываются на открытости, на искренности. Как они верны. Синcerity и франкленности. То есть искренность. Какие Дэвиды сказали? Царь Дэвид сказал. Синcered person, you are sincere. Искреним по искреннему. Но с удовольствием, you will do with their удовольствия. Но с лукавством, но с лукавством по лукавству. Когда мы искренне с Богом. Я искренен. Я не десеркленность. Я искренен. Я открыт. Я открыт в его. Я просерчен. Я просерчен. Я просерчен. Господи, ничего не застревайте. Братья и сестры. Когда мы начинаем играть с масками. Помните, да? Когда мы начинаем маски одевать. Тогда, я уже потеряю доверие. Потому что ты не был искренним со мной. Ты соврал. Но когда мы открыты, когда мы искренни. Слушай, я не хотел этого делать. Я не хотел причинить тебе боль. Потому что я искренню тебя. Я соврал тебе. Я не соврал тебе. Я не соврал тебе. Когда ты искренен, это очень важно. И Господь ему сказал. Кто входит в истине. Кто входит в свете. Он входит в истине. Аминь. И Он говорит. Когда вы говорите ложь. То вы говорите, как Отец ложи. Потому что Он Отец ложи. Аминь. Мы должны понимать наши уста. Наши сердца. Чтобы говорить истину. Чтобы говорить про вас. Что есть правильное. Слава Богу. И когда мы учимся. Хранить наши уста. Правда. Тогда Господь будет использовать время наше. Чтобы исполнять свою работу. Исполнять свою работу. Нашу став. Чтобы соседать его делали. И Господь будет использовать нашу. Чтобы делать его. Аллилуй. Слава Богу. Скажи какие-то хорошие слова. Объясняем. Объясняем. Пагаме номер 9. Пункт номер 9 Сильное отношение не строится на общительности На открытой общительности Вы помните, в Hebrews chapter 13, когда the Lord is speaking About the sacrifice in the New Testament When he is speaking, fellowship is one of the sacrifices When we have fellowship one to the other When we have communication When we have a communication one to the other It's not a miss of time When we have a communication one to the other It's not a miss of time No, 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 it's a sacrifice When I can listen to you When I can serve you When we have fellowship one to the other Когда у нас есть общение друг с другом The blood of Jesus Christ Кроме Иисуса Христа She clean hands from all our sins А сейчас, as a service home Когда у нас нет времени We are separate one to the other То мы отделены друг от друга We can be already alien one to the other То мы можем быть уже на планете Чужими 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 Yes, we can be already alien one to the other Странниками 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 Мы требуем Нам нужно это хранить When you value some person Когда ты ценишь другого человека I need to talk with you Я должен поговорить с тобой I have this question У меня есть этот вопрос I have this problem У меня это проблема I have this suspicion У меня это подозрение I need to talk with you Я должен поговорить с тобой Почему ты сказал это? Почему ты сделал это? Let's sit together Давай посидим Давай поговорим Аминь? Аминь Аминь We'll come in healing When you can ask all your questions In the communication We say three points Three sub points Let's say First We need to learn Listen one to other We need to listen We need to learn Listen one to other If we don't learn This quality We'll be very hard To understand one to other Today A lot of patients In this catholic hospital Are there For this reason No one listened to them They are People who are In this One of the people They are Victim of loneliness No one listened to them No one listened to them Their heart is close Is it They don't have friends У них нету проблем, у них нету друзей, у них нету общения с другими. Понимаете? Первый подход — мы должны учиться слышать друг друга. Второй подход — мы должны дать эту работу, чтобы понять эту человеку больше, чем он понимает вас. Я должен понимать, почему человек так как? Почему это эмоция? Почему это всё? Мы должны учиться различать слова, которые исходят от эмоций, и слова, которые исходят от сердца. Потому что зачастую много слов, которые от эмоций — это дистрибные слова. Это очень разрушательное слово, но я должен учить различание, эти слова пришли от эмоций, когда слова не были от сердца, то это мы должны принять деньги, и почему были говорить туда слова от сердца? И третий подпункт, мы должны иметь общение на одном уровне, если Господь Иисус хотел спасти слонов, то он будет здесь, на этой земле. На том же уровне, если бы целью Христа было спасение муравьев, он бы пришел в теле муравьев, чтобы спасти, но целью Иисуса Христа было спасти человека. И он пришел в теле муравьев, на том же уровне, на том же уровне, когда у тебя желание иметь общение с другими людьми, приходи на уровень этого человека. На уровень сегодня. Халявуя. Я видел что-то. Когда у меня общение с маленькими детьми. Это одно общение, когда ты смотришь сверху вниз. Но другой уровень общения, это когда я присаживаюсь на уровне, я говорю, приветствую тебя, ты очень красивый там. Это есть общение на уровне глаз. Это важно. Этот человек может видеть меня на его уровне. Понимаете? Это одно из очень прекрасных принципов. Нам нужно научиться этому искусству общения. Это искусство. Много проблем. Много проблем. В общении. В общении. В общении. В общении. В общении. В общении. В семье. Почему? Потому что общение, оно жаще. Нарушено. 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 Халявуя. Мы должны научиться это. Окей. Праздно. Господь. Бог власть. Нарушено. В следующий. Номер 5, 鼓 закрыта. Номер 10. Что мы можем построить. Крепкое взаимоотвешения на основе уважения. Нет. На основе ответственности. Мы можем построить взаимоотвешения на основе уважения. Нарушено. На основе ответственности, вы сказали ожиданий. Да я ничего не ожидаю от тебя. Мне уже все равно, что ты говоришь, что ты скажешь, твои чувства, мне уже все равно. Я ничего не ожидаю от тебя уже. Это кризис. Но с другой стороны, я ожидаю от тебя. У тебя есть ожидания. Это как закон сильней жатвы. То есть ты сеешь с ожиданиями. Твои родители дома. Они следят тебя в твою будущую родину. Ты будешь хорошим. Они ожидают потом их жатвы. Ты будешь хорошим профессионалом. Хорошим специалистом. Хорошим отцом. Ты мой сын. Ты моя дочь. Это есть ожидания. Без ожидания мы ничего не можем делать. Сильнее взаимодействие на основе ожиданий. Что Господь ожидает сегодня от тебя? Что ты от Бога ожидаешь? Господь, я ожидаю от тебя этого. Я хочу видеть рост моей домашними. Я хочу видеть спасение этих людей. Я хочу видеть исцеление этих людей. Как люди приходят твои ценность. Я хочу видеть как они приходят твои зоны. Я хочу видеть Начинаешь, и заканчиваешь. Responsibility is one of the synonyms of maturity. A little child, my son Paul, he doesn't have any responsibility. Everything his parents are doing for him. But my son Yosef, my son David, my son Mark, they already have responsibilities and will come in the moment when they will have the responsibility on their future families. И будет также время, когда они будут ответственны за свои семьи. Это уже другие ответственности, понимаете? Когда я принимаю ответственность, то я взрослею. Но когда я отвергаю это ответственность, то я хочу жить как я хочу. Я не хочу ни перед кемащины у вас. Я хочу вставать когда я хочу. Я хочу пойти и жить когда я хочу. Никто не делает никакие правила в моей жизни. Я свободен. Я свободен. Hello. You are in the garden. Знаете, тогда мы в детском саду. Если вы так думаете. У вас нету ответственности. Это есть детство. Понимаете? Когда ты начинаешь принимать ответственность. Да, Господи. Я буду служить для тебя. Я буду заводиться для тебя. Я буду молиться на этой жизни. Я буду молиться на этой жизни. Два дня назад. Одна сестра на молитве маратона. Она свидетельствовала. Я была с женой. И она сказала. Мы уже на протяжении двух лет. Каждое утро и вечер. С моей матерью. Мы молимся за вас и вашу семью. Боже, это было великое радость для меня. Вас иди. Я не просил. Эти люди не делают это. Нам нужно молиться. Моей семье нужно молиться. Нашим услышание нужна молитва. Да. Благодаря Богу. Когда ты посвящаешь свою жизнь. Когда ты берешь ответственность, говоришь на молитву. Я беру ответственность за это. Я беру ответственность за это. Я беру ответственность за это. Это синоним ценности. Аллилуйя. Слава Богу. Следующий пункт. Следующий пункт. На основе жертвования. Жертвования. Аллилуйя. На основе жертвования. Если семя, упавшее в земле, не умрет, оно будет одно. Но если это гринь умрет, оно принесет нового года. Помните? Это принцип жизни. Семя падает, умирает в земле. И после того, мы увидим, что много плодов и стени, одно семя кукурузы. Когда я был в школе, я помню, что у нас был такой эксперимент. Прозрачная стакана, мы туда немного хлопка. И мы туда еще зеркала. И это было сфотографировано. Мы увидели, как зеркала. И видите, что зеркала растет. И после зеленого цвета. И после зеленого цвета еще чуть-чуть. Благодаря Богу. Благодаря Богу. Благодаря Богу. Если есть жертва, то взаимоотношения будут жить. Если жертвы остановились, то эгоистичность, то себелюбие восстановится. Воскресность. Когда ты согласен будешь жертвой, то ты умираешься от своего эгоиста. Ты начинаешь жить для других. Ты начинаешь жить для тех, 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 тех. Потому что ты признаешь себя жертвой. Ты перестал быть жертвой. Ты перестал быть жертвой. Ты перестал быть жертвой. Автоматически. Имедиатически. Сразу же. И в тот момент ты начинаешь жить для себя. В этой причине я поступал, говори. Я есть живая жертва. Ежедневная жертва. Каждый день я умираю. Я помню эти слова. Кто помнит это, sister? Read the Bible, please. Окей. Потому что для меня это более легче помнить некоторые слова, когда ты знал эти слова. Да? Да. Praise God. Say to your neighbor, read your Bible. Скажи соседочное библию. I will come someday to your room. I will come someday to your room. And I will come to visit you someday. I will come to visit you someday. I will come to visit you someday. I will say you went. But I will come. I will come. And when I will stand up to your room. I will see something. Of your Bible is on the task. Я посмотрю только на вашу любви. Она под пылью или нет? If your Bible is over with dust. Если ваша библия покрыта пылью. Для меня это будет синоним. Для меня это будет синоним. Your brain is under dust. Для меня это будет сравнение, что ваш мозг тоже под пылью. Но если ваша библия, она открыта на столе лежит, то прочитайте ее, это точно. И ваши глаза сияют. И ваши глаза сияет. И your brain is shining. И ваш мозг, он активизирует. You are singing very well. You are singing very good. In the mind of Christ. Здраво добро. You have the mind of Christ. Да и сразу в Христу. Аллилуйя, God is good. Бог благо. Скажите, начинай Библию. Пастор скоро придет домой и он проверит. Пастор, у меня Библия в планшете. Пастор, у меня Библия в планшете. На основе жертвенности. Если есть жертвенность, то отношения будут жить. Если нет жертвенности. То будет себя любить, будет эстичность. Почему ты это сделал для меня? Почему ты это не отдал мне? Почему ты меня не любил? Ты не говоришь мне, что ты не любишь меня? Много битлеров, претензивно. Немало слов. Это не критик, это не критик. Когда много битлеров. Когда много вот этих прошедших вопросов, но мало вопросов. Это есть кризис в отношениях. Я есть жертв. Ваша жизнь. В твоей жизни. В твоей жизни. Это может быть. Это звер, это жертв. Это может быть. В твоей жизни. В вашей жизни. Жертв, это поможет больше. Ты больше не живешь. Халюлуйя. Апостолио Павел говорит. Апостолио говорил. Я больше не живу. Открайся этому. Но Христ тоже живет вам. И все, чем я хочу жить. Это для Бога, для того, кто любит меня и даже себя для меня. Галатин Супент. Я не уже живу, но живет во мне Христос. А что меня живу в плоти моей, то живу верою в Сына Божьего, который вослубил меня и отдал себя за меня. Аллилуйя! Божьем! Помните. Нагон 오爷 будет вероятна на земля. О, пастер, пастер. Бог использует много того человека. Бог использует много того человека. Тот человек только приехал патрикаю до речи. А я уже 5 лет, а я уже 10 лет в церкви, Бог не использует меня. Надо еще и два года, Бог уже все, использует человека в церкви. Почему? Ответ. Ты продолжаешь жить для себя, а этот человек уже жертва. Все просто. Ты видишь огоньчий церкви, видишь огоньчий церкви, потому что этот человек отдал свою жизнь как жертва. И огонь придет в то место, где есть жертва. Ты приходишь в какой-то церкви. 14 февраля было воскресенье. И я попросил в церкви, для некоторых людей, почему вы приходите на сегодняшний день в 14 феврале? Почему? Вы должны быть... Почему вы приходите? 14 февраля в день этого человека. Почему вы приходите в церковь? Почему вы не боитесь была, была? Почему вы здесь? Почему вы в церкви? Почему вы здесь? Почему вы в церкви? Почему? И люди начинают отвечать, потому что это мой дом, потому что я могу здесь встретить двор, потому что я очень люблю эту атмосферу Божьей, потому что я хочу служить Богу, потому что церковь – это мой дом. И вы знаете, вам нужно помнить, всякий дом устраивается кем-то. Each house is built by someone. Деструкшение приходит тогда, когда никто не прикладывает к этому руку. Автоматическое разрушение. Это есть третий закон термодинамики. Все имеют такой процесс, как диаградация. Разложение. Но если человек что-то строит и прикладывает к этому руку, то это мой приклад. Профессионеры. Мы настолько благодарны за атмосферу, которую Бог создает в церкви. Мы настолько благодарны за атмосферу, которую Чтобы увидеть, что это хорошее, нужно иметь необходимую Необходимые условия Чтобы видеть рост Слава Богу Когда ты входишь в какой-то дом И ты видишь и слышишь Такие запах Очень вкусные Запах Очень хорошо здесь Помни меня Потому что кто-то Разбил Разбил этот сосуд Кто-то отдал И по всему дому Благоводие Потому что где-то Разбит этот сосуд Слава Богу Слава Богу Сакрifice Жертву Сакрifice Мы можем построить крепость Господь Слава Богу Следующий пункт Когда ты устал Помни крест Халлилуйя Халлилуйя The next point is On the foundation Of Обиабилити На основании Доступности Халлилуйя Обиабилити Когда я зову тебя Когда я звоню тебе И ты всегда занят Ты не доступен Или Обиабилити Обиабилити Окей Те пакет Без...? В Кора Т television Тренлав Сакр Якуд Иисус через жертву Христа У нас есть свободный вход к трону Благодати Халлелуя Существуем его sacrifice У нас есть свободный вход к трону Благодати У нас есть свободный вход к трону Благодати